Делегация города Улан-Удэ во главе с исполняющим обязанности руководителя администрации прилетела сегодня в Белград. В программе визита рабочая встреча с мэром Белграда и знакомство с комплексным развитием микрорайона «Новая жизнь». Подробности у Елены Коржовой. Долгородская область, я пока про город не говорю, про область является локомотивом, законодательным модом в проектном управлении. А наш субъект, Республика Бурятия, к проектному управлению поступила практически только в прошлом году. Структура управления, в том числе и проектного, административное устройство, городская среда, благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. Гостей из далекой Бурятии интересует буквально все. Учиться не стыдно, а полезно, заявляют исполняющие обязанности руководители администрации Олан-Удэ Игорь Шутенков, и не скупиться на вопросы. Мэр Белграда Юрий Галдун дает исчерпывающие ответы. Так только на ремонт дорог в областном центре уже потрачен 1 миллиард 50 миллионов рублей. Реконструировано 63 километра магистралей. Речь идет также о взаимодействии власти и бизнеса, и создании управ. Гости с интересом слушают и делают заметки. Многое собираются применить и у себя. Рабочую встречу завершает обмен сувенирами. Памятник князю Владимиру. Он стоит на самом детном месте города Белгорода. Памятник князю, который крестил Русь, считается символом города Белгорода. На добрую память. Спасибо большое. Вы тоже небольшое право хотели бы признать. Это территория нашей республики. Визит продолжает экскурсия по Белгороду. Микрорайон «Новая жизнь» уже стал визитной карточкой областного центра. Его же называют «Уголком Европы». О комплексном развитии территории рассказывает руководитель дирекции Юго-Западного района Александр Славкин. «Новая жизнь» нацелена на молодые семьи. Участники этого проекта приобретают жилье на льготных условиях. Это «Евро-2» комнатная квартира, 47 метров квадратных. То есть ее цена для участника проекта составляет 1,8 млн. При 30% первоначальном взносе. Оставшиеся люди получают на 5 лет в рассрочку по 2,5% годовых. В августе прошлого года на воселье здесь справили 602 семьи. Сейчас в активной стадии вторая и третья очереди строительства. Причем территорию развивают комплексно. В шаговой доступности возведена начальная школа «Детский сад». Яркое и необычное учебное заведение уже получило название «Акварель». И в сентябре здесь зазвучат детские голоса. Строители приложили максимум усилий, чтобы маленьким жителям микрорайона было светло и просторно. «Большое пространство, комфортное для детей». То есть это как игровая или как спальня? «Спальня». «Игровая, а спальня». Всего в дошкольном учреждении 8 групп. Каждая сможет принять 25 детей. А когда они дорастут до первоклашек, далеко идти тоже не придется. Буквально за стеной их ожидает школьная жизнь. Образовательное учреждение, как и дошкольное, рассчитано на 200 мест. Здесь есть актовый, спортивный и обеденный залы, пищеблок и внутренний двор. В общем, все, чтобы расти и развиваться, было не только интересно, но и весело. Проект награжден международным дипломом Build School за создание образа детского городка в трактовке школьного учреждения. И образовательный комплекс, и весь район в целом произвели впечатление на гостей из Бурятии. Я вчера принимал участие в Московском урбанистическом форуме. Там много идей, много проектов, которые Москва, ну и соседние города хотят притворить в жизнь. Здесь я вижу, эти идеи уже притворяются. Изумительное место, замечательный район, новая жизнь. Честно говоря, не ожидал, что при такой минимальной цене за квадратный метр можно получить такой замечательный эффект. Я думаю, этому надо учиться и перенимать такой опыт. Визит делегации из Улан-УД двухдневный. Сегодня гости также побывали на набережной везелки в Мастерславле, познакомились с работой управляющих компаний. Завтрашняя программа также обширна. Делегацию ждут в зоопарке, единопарке. Музей Диорами, Курская битва, Белгородское направление. Немало из увиденного бурятские управленцы уже взяли на карандаш и пригласили белгородцев в гости с ответным визитом. Елена Коржова, Сергей Драчев. К этому часу Белгород.